Когда вы проходите по улице Красной Славенска на Кубани, то около здания районной администрации внимание привлекает современная доска почета с портретами славянцев, которые своими успехами в труде завоевали авторитет и заслужили благодарное внимание земляков. На торжественный прием, посвященный открытию обновленной доски почета, были приглашены те, чьи фотографии там были размещены. Часто жители и гости города останавливаются здесь, чтобы посмотреть на фотопортреты лучших из лучших, найти среди них знакомые лица. Общественное признание и пропаганда работы передовиков, формирование позитивного образа тех, на кого можно и нужно равняться, а также моральное поощрение за труд на благо славянцев – всего этого можно добиться, размещая портреты достойных на доске почета. Глава Славянского района Роман Синеговский поблагодарил всех приглашенных на торжественный прием за добросовестный труд и неравнодушие. Благодаря таким людям наш муниципалитет в числе лучших. Раз вы сегодня попали за этот стол праздничный, значит вы соответственно достигли определенных результатов, значит вы были замечены, либо своими коллективами были замечены и выдвинуты на столь почетное звание, либо где-то еще себя проявили, поэтому это не просто так. В преддверии этого праздника мы всегда встречаемся. Я вас поздравляю, желаю конечно же всем крепкого здоровья, желаю всем конечно же мира, потому что мы все хотим жить в спокойной стране, трудиться. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко отметил большое значение помещения портретов славянцев на доску почета. Поблагодарил приглашенных за труд и пожелал им всего наилучшего. Спасибо вам за ваш труд, и это не зря будет, это будет почетно. Мы будем гордиться вами, будут гордиться ваши семьи, дети, внуки. Всегда будем ставить в пример и соседям, и родным, и близким, что вы зависели на районную вопросу почетного. Спасибо низких богов, здоровья вам, с наступающими всеми праздниками, мира, добра и благополучия. И не останавливайтесь на этих победах, только вперед. На доске почета много хороших людей. Прозвучал рассказ о каждом из собравшихся. Здесь были врачи и преподаватели, тренеры и предприниматели, медсестры и труженики сельского хозяйства, промышленности, культуры, социальной сферы, коммунального хозяйства, казаки и активные общественники. Успешно работает созданная предпринимателем Ларисой Беловой трикотажное производство Белара, обладатель знака высококачественной товары Кубани. Я очень благодарна за ту оценку труда, моего труда и, конечно же, моего коллектива, потому что каждая частичка каждого сотрудника моего коллектива делает те достижения, которые мы достигли за эти 25 лет производства Белара. Всем участникам торжественного приема были вручены благодарственные письма и памятные подарки за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие района. В числе отмеченных была и Лариса Микшун, старший инструктор-методист, тренер по плаванию бассейна «Дельфин». В преддверии майских праздников было приятно и неожиданно. То, что глава оценил мой труд, мой вклад в выздоровление всех жителей нашего района, также отметили мои личные достижения, поэтому это отличный подарок майским праздникам. Каждый из этих замечательных людей своим трудом заслужил право быть в числе лучших, добившись профессиональных высот. Просто огромная радость переполняет мою душу, что я попала на районную доску почета в своем городе, любимом, в котором я родилась, живу, благодаря своим сотрудникам, своей ЦРБ, в которой я тоже работаю 31 год, Славянской ЦРБ. Я очень рада, у меня огромные эмоции. Благодаря таким людям развивается муниципалитет и улучшается наша жизнь. Славянцы и гости муниципалитета смогут увидеть фотографии самых достойных на районной доске почета. Эти люди являются хорошим примером для подрастающего поколения. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Георгий Калинин. Продолжение следует...